Приветствую вас, друзья, на канале саморазвития и обучения. Сегодня мы поговорим о самом полезном виде риса, о нешлифованном, коричневом буром, а именно о его пользе и вреде. Ведь в наши дни различные виды этого злака приобретают все большую популярность среди жителей многих стран мира. И это неспроста. Рис питателен, полезен, имеет приятный вкус и прекрасно сочетается с грибами, овощами и морепродуктами. В современной диетологии этому злаку отводится особое место. Наибольшую популярность заслуженно приобрел нешлифованный рис. Его еще называют бурым, коричневым рисом. По сути, любой цветной рис и есть нешлифованный, так как при шлифовке каждый сорт становится белым. Рисовое зерно состоит из внешней жесткой оболочки желтого или другого оттенка, огрубевшей коричневой оболочки и самого зерна белого цвета. Как получают нешлифованный рис? Для получения нешлифованного риса зерно очищают специальным способом, при котором снимается только верхняя желтая шелуха, а оболочка остается, что позволяет бурому рису сохранить максимальное количество полезных веществ. Оставшаяся оболочка придает рису коричневый оттенок и едва уловимый приятный ореховый вкус. Состав Нешлифованный бурый рис содержит почти все необходимые человеку макро- и микроэлементы, витамины, жиры, белки и минералы, в чем значительно превосходит белый рис, поскольку основная часть их содержится в шелухе и зародыше, что сохраняются в буром и отшлифовываются в белом рисе. При этом калорийность коричневого риса составляет около 310-330 ккал из расчета на 100 грамм крупы. Калорийность отварного риса составляет 110-120 ккал, что немало, но и не вредно для тех, кто следит за весом. Нешлифованный рис содержит в среднем в 3-3,5 раза больше белка, чем белый, и в 12 раз больше клетчатки, 1,6 грамма к 0,37 грамма, благодаря чему прекрасно очищает организм. По сравнению с белым братом, нешлифованный рис содержит витаминов группы В, тиамина В1, рибофламина В2, ниацина В3 значительно больше. По количеству пиродоксина В6 и фолиевой кислоты В9, бурый рис почти вдвое превосходит шлифованный, а по содержанию калия, фосфора, магния и витамина Е – втрое. Существенно выше в коричневом рисе содержание селена – 27 мг к 19 мг, в белом и цинка – 1,06 мг к 0,8 мг. Полезные свойства Такой химический состав нешлифованного риса помогает организму наладить обменные процессы, благодаря чему врачи и диетологи часто рекомендуют его при таких заболеваниях, как ожирение, аллергия и различные теологии, сахарный диабет, нарушение сердечно-сосудистой системы. В мировом рейтинге наиболее полезных для здоровья продуктов бурый рис занимает 17 место. Особое редкое вещество в прослойке субэлейрона между самим зерном и его коричневой оболочкой содержит множество пищевых волокон и олигосахаридов, благодаря чему оберегает сердечную мышцу от повреждения одной из разновидностей белка – ангиотензина, который способствует сужению артерий, чем провоцирует развитие гипертонической болезни. Этот факт открытый американскими учеными, подтверждают и их японские коллеги. Результаты исследований слоя субэлейрона показывают, что в Японии, где нешлифованный рис является основной пищей населения, сердечные заболевания значительно менее распространены по сравнению со странами, где бурый рис менее популярен. Японцы, съедающие минимум одно блюдо на основе риса в течение дня, гораздо реже страдают от повышенного давления. В нешлифованном рисе содержится также гамма-аризанол – вещество, способное сокращать усвоение холестерина из пищи и ускорять процесс выведения его излишков из организма. Кроме того, коричневый рис – незаменимый продукт для восстановления здоровья после болезней, операций и в период сезонного авитаминоза. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео, а главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Польза бурого, необработанного риса. При постоянном потреблении нешлифованный, необработанный рис насыщает организм, в первую очередь мышечные волокна, легко усваиваемым белком. Очищает организм от токсических веществ, являясь по сути природным сорбентом, поскольку содержит большое количество клетчатки. Снижает уровень плохого холестерина в крови, предупреждая развитие атеросклероза. Нормализует функцию желудочно-кишечного тракта. Предотвращает запоры, в отличие от белого риса. Защищает пищеварительную систему от язв и раздражителей, обволакивая стенки желудка и кишечника. Благодаря высокому содержанию магния, нормализует функции нервной системы. Помогает победить раздражительность и бессонницу. Способствует улучшению памяти, стимулирует мышление, повышает концентрацию внимания. Улучшает цвет и общее состояние кожи, ногтей и волос, избавляя от отеков. Нормализует водный баланс организма, улучшает кровообращение и функциональность работы почек, благодаря чему способен снижать кровяное давление. За счет содержания калия повышает эластичность сердечной мышцы, значительно уменьшая риск развития инфаркта миокарда. Нормализует уровень сахара в крови. В то же время при этих расстройствах диетологи призывают к ограниченному потреблению белого риса, способного замедлять перистальтику. Кроме того, нешлифованный рис противопоказан людям с непереносимостью глютена, поскольку в нем отсутствует клейковина. Рецепт приготовления нешлифованного риса Нешлифованный коричневый рис более жесткий, чем белый, и готовится дольше, поэтому его вкус поначалу может показаться непривычным. Чтобы наслаждаться блюдами из этого вида риса, с пользой для здоровья необходимо знать, как его правильно приготовить. Вот основные правила приготовления нешлифованного риса. Первое. Замачивать его лучше всего в холодной воде на несколько часов. Можно на ночь. В соотношении примерно 2-3 части на одну часть риса. Второе. Перед приготовлением промыть и залить холодной водой примерно в соотношении 1 к 3 и варить 10 минут. Третье. После первичного проваривания нужно вновь промыть рис, снова залить водой и варить около 5 минут на минимальном огне с открытой крышкой, а затем еще около 20-25 минут при закрытой крышке, не размешивая. Четвертое. После приготовления рекомендуется укутать посуду с рисом и дать настояться около часа. Черная полоса по краю кастрюли – норма при варке нешлифованного риса. В этом случае бурый рис будет рассыпчатым и мягким, сохранит характерный легкий ореховый привкус и все питательные и полезные вещества. Коричневый нешлифованный рис – изысканное гастрономическое решение и прекрасный выбор для сторонников здорового питания в одном флаконе. Подается в виде гарнира к блюдам из морепродуктов, грибов, овощей. Из нешлифованного риса можно приготовить плов и даже пудинги. В блюдо на основе коричневого риса рекомендуется добавлять минимум соли. Покупая нешлифованный рис, необходимо учитывать простое правило – чем темнее рис, тем меньше он отшлифован. Соответственно, в более темном продукте содержание полезных веществ гораздо выше, а сам рис полезнее для здоровья. Стоимость бурого риса немаленькая, поэтому следует помнить о том, что низкая цена может служить сигналом его низкого качества. Возможный вред Диетологи рекомендуют потреблять нешлифованный рис не чаще двух-трех раз в неделю. В противном случае организм может отреагировать на его избыток в рационе вздутия, метеоризмом, иногда запорами. Срок годности этого злака не должен превышать одного месяца. После вскрытия упаковки хранить нешлифованный рис рекомендуется в холодильнике. Это обусловлено тем, что под воздействием тепла в воздух и попадания прямых солнечных лучей, масло, входящее в состав оболочки рисового зерна, могут окисляться. Рис заслуженно называют хлебом Востока. В странах Азии, где самая высокая продолжительность жизни и самая мудрая медицина, нешлифованный рис включен в обязательный рацион детей, пациентов клиник и пожилых людей. А крестьяне ежедневно питаются рисом, едят, естественно, только необработанный и нешлифованный рис. Иначе у них просто не хватило бы сил на его выращивание. На Западе же он приобрел огромную популярность у потребителей, следящих за своим состоянием здоровья. Будда говорил «Тот, кто предлагает рис, предлагает саму жизнь». Гиппократ до и после состязаний кормил древних олимпийцев специальной смесью, в состав которой вместе с другими злаками входил рис. Современные спортсмены, готовясь к соревнованиям, придерживаются подобной диеты, так как в рисе довольно высокое содержание белка, даже в сравнении с мясом. Поэтому включайте в свой рацион нешлифованные сорта риса и будьте здоровы, чего мы вам и желаем. Но на этом еще не конец, вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры подогнал «Симон»!